Вот здесь такая притча «Костыль». Когда один из людей начал пользоваться костылями, ну, вдруг случайно сломал ногу, начал пользоваться костылями. Потом начали пользоваться постепенно многие костылями, и бедные, и богатые, и кто побогаче уже делали золотые костыли и так далее, и уже привыкли ходить на костылях и не представляли, как это можно обходиться без костылями. Хотя ноги у них были абсолютно не сломаны, целые. Но уже настолько они разучились ходить на ногах, а пользовались костылями, что ноги у кого-то были уже слабыми. И находились такие умники, которые отбрасывали костыли и ходили без них. Все тогда удивлялись, разводили руками и думали, «Ой, ну что это такое, ты без костылей ходишь? Да разве так можно?» «Да и ты попробуй, ты можешь». «Да нет, у тебя, наверное, так получается, не получится». И как-то очень сильно удивлялись, и «Разве так? Да разве так? Это вообще умалишённый без костыля ходит». То же самое сейчас происходит и с семенами. Вот посмотрите, многие, ну сейчас мы в Грузии находимся, и встречаемся с грузинами, и спрашиваем, задаём такие вопросы, «Почему вы не выращиваете дыни, арбузы из своих семян? Да разве их вырастешь из своих семян? Это уже не тот будет, это уже маленький будет, и урожай не тот будет». И поэтому все здесь покупают семена всегда, каждый год. Каждый год, когда садить нужно арбузы, дыни, помидоры, огурцы, все покупают семена. И хочу сказать, что преимущество отдают гибридными, потому что гибридными считается здесь, это более устойчивые семена, более урожайные дают плоды. И вообще, нет, кто-то не видит разницы между гибридами и сортовыми семенами, но в любом случае покупают семена, покупают. И на вопрос, почему вы не хотите сделать свои семена? Свои, вот, вам не надо покупать, сделать свои семена. Ну, первый ответ, то, что, ну, семена гибридные, из гибридных не сделаешь хорошие семена, потому что на следующий год гибриды, по мнению многих, получаются менее слабыми, менее урожайные, тот и все такое, и поэтому неинтересно пользоваться гибридами, каждый год использовать. Ну, есть такая у нас замечательная тетя Нина, которая на это закрывает глаза и говорит, да, это ерунда, я каждый год сажу гибридные семена, и у меня все вырастает. То есть, вот она, и когда Вадим удивляется, ну, что, каждый год и все такое, она говорит, ну, как бы, да, сажу, но раз в 4 года я, как бы, их обновляю. И семена, где-то она, получается, новая достает, или с кем-то обменивается, вот такой нюанс, я не знаю. Ну, в общем, она как-то обновляет семена раз в 4 года. Хорошо, ну, вот, у нее такой опыт есть. И что это значит, что она обновляет семена? Ну, новая берет, или покупает, или с кем-то, я не знаю. С какой целью? Чтобы урожай был лучше. Ты у нее спроси, не у меня спрашивай. То есть, старые семена перестают работать, да? Я не знаю, я не имею такой опыт. Я просто говорю мнение людей, которые вот мы встречали. Вот у нас есть один человек, который использует гибридные семена. Есть люди, которые категорически не используют гибридные семена, только вот один раз. То есть, они купили, посеяли, вырастили. Все. Брать семена они не берут. Они в следующем году купят, посеят, вырастят. Вот. Еще вопрос. Вот такой момент. Почему люди не делают свои семена? Вот здесь вот притча вот эта ложится прямо вообще. Потому что если взять не гибридные семена, а сортовые, во-первых, есть сомнения, на 100% ли это сортовые, а может быть какие-то примеси есть. Ладно. Если вот уже в следующий шаг, вот 100% сортовые. Ой, так здесь проблема. Они переопылятся, переопылят друг с другом. Вот, например, на примере крестоцветных, редька, репка, капуста, дайкон. Они переопылятся и не получится семян. То есть, люди придумают себе вот эти костыли. То есть, их бабки, прабабки высаживали редис, репку, речку. Сами высаживали. Даже я помню, моя бабушка, кучка семян. У неё там свёклы, морковки. Нормально, у неё всё не переопылялось. Посадила в разных концах огорода, собрала семена, всё. А тут люди придумывают себе головняк, костыль такой. Ой, проблема. Они же переопылятся. Ай-яй-яй, не заберу семян. Лучше я куплю. Лучше я буду использовать вот этот костыль. Зачем ходить мне на своих собственных ногах? Посадил бурачок, вырастил бурачок. Посадил редиску, вырастил редиску. Посадил репку, вырастил, собрал семена. Ещё раз посадил. А зачем? Я лучше куплю. Ну, вот это костыль. По словам костыль, ты подразумеваешь иными словами, как можно назвать. Использование семян извне. То есть, не сам ходишь, не сам создаёшь семена себе. Это же, вот как мы покупаем иногда из семян что-то. Ларри, Ларри, Ларри. Сколько мы на семян уже Ларри потратили? Ну, где-то около пяти, наверное, точно. Может, больше даже. Вот. Тоже вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Того, чего у нас не хватало. И сейчас мы планируем как? Мы планируем вырастить свои семена. Того, что вот, например, свёкла мы хотим, морковку посадили. Редиску хочу тоже свои семена сделать. Вот. Ну, как-то даже приятнее свои семена. Сажай сколько хочешь. Вот как укроп у нас свои семена. Замочил, порастил. Сажай, хоть весь огород засажай. Кинза тоже. А так маленькая ложечка Ларри. Ну, что тут посыпала и смотришь. Ох, выросла, не выросла, выросла. А так всё посыпал, засыпал. Щедро всё вырастает. Ещё щедрее даёт урожай и семена, и специи. Всё, что хочешь. То есть я вот такая вот. И при этом понимаешь, что эти семена всегда твои. Всегда они будут и будут. Конечно. А ещё тоже такой момент интересный. Помнишь, мы на рынок ходили, и даже там мужчина перца продавал. Рассаду. И с какой гордостью он говорит. Да, это мой. А, ты спросил. Это какое-то, сортовые перца? Да, да, сортовые гибриды, хорошие, качественные. То есть люди даже не понимают и не втыкают. Но то, что мы заметили, почему-то ценят гибриды. Ну как, почему? Вот они убеждены, что они просто дают хороший урожай. А ещё, почему люди не хотят культивировать гибриды дальше. Потому что они не хотят рисковать. Если им сказали, что второй урожай из гибридов будет не очень хороший, а им нужно это всё продать на продажу, они не хотят в больших объёмах это всё выращивать. Или для себя пробовать. Ну это тоже как бы геморрой. Это может быть только самые-самые такие любопытные, любознательные захотят ещё раз что-то попробовать. Ну, а так людям это даже не интересно. А они не вырастят, а они не... Или если вот мы предлагаем свои семена, говорим, мы сами собрали... Из дыни. Да, из дыни. Так смотрят с опаской. Ну, чуть-чуть могут взять, так попробовать. Да, могут попробовать. А так, ну, нет у них желания вообще. Так как-то не хотят. Не хотят. Поэтому, что мы скажем, гибридные семена рулят? Ну, кое-где рулят, где нет. Здесь, да, везде. Ну, вот, например, мы были в Азербайджане, как-то там всё более ещё... Более живое. Как-то даже свои семена собирают и продавали. Там денег нет, вот семена покупать. Свои собирают. Да, как бы... И на фунгициды, гербициды тоже денег нет. На химии. Да, 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 да. Тогда лучше попросить. И почему-то всё растёт. Это костыль. Вот даже вот костыль по поводу семян. Покупать семена, гибриды или не гибриды, но всё равно надо купить. Лучше же, лучше. Это даже не просто про Грузию. Это даже вот и про люди из России, из Беларуси тоже. Они почему-то верят в то, что покупные семена будут лучше, чем они вырастят сами. Хотя это полный бред. Вот мы даже с Вадимом проверили на своё собственном опыте. Мы сажали свои помидоры, которые мы собрали из живой помидорки. И те, которые купили в пакетике, то всхожесть даже семян намного выше. У тех, которые... Которые домашние. Мы собрали и свои помидоры. Да, сами. А вот придумывают очень много. Вот в пакетике они там все обработаны специальными средствами, чтобы там они не болели, чтобы их там никто и не грыз, чтобы там всхожесть была. Ну, это всё просто слова, слова, бла-бла-бла. Это просто украшение костыля. Вот вам костыль, вот вам бантик на костыля, вот вам такой бантик и такой бантик. Пользуйтесь. Сами вы не сможете ходить. Вот так вот. Ну, ксепдонаука какая-то. Да. Вот такие вот вопросы. Мы посадим свои семена, сделаем выводы, что получится покажем и расскажем. Да. Вообще это очень интересный процесс сажать. Это так вот чувствуется очень тонкая связь с землёй, с природой, с растениями, как всё всходит, как растёт. Вообще очень так интересно. Правда, чувствуешь всю такую экосистему и сам чувствуешь связь вместе, свою собственную связь со всей семьей.